Десятка самых-самых Отличный шанс узнать, что нечто важное в жизни уже было упущено Знаете, мы, игроманцы, далеко не шовинисты Равенство полов, эмансипация, все такое Но иной раз и мы готовы поверить, что если уж женщин потянет грешить Пасть они способны куда ниже, чем можно вообразить в кошмарном сне Конечно, это предрассудок времен, когда астрономов сжгли на кострах Однако при встрече с этими дамами редкий либерал не останется отчаянным и перепуганным консерватором Все прекрасно знают, какие ужасные дела по плечу сильному полу Теперь мы покажем, что прекрасный пол тоже не лыком шит Ирена Энгель, Вольфенштейн, The New Order Мы начинаем путешествие с одной из самых темных страниц альтернативной истории Третий рейх одержал победу во Второй мировой войне И пожинал ее плоды, порождая все новые воплощения зла Одним из этих воплощений стала Ирена Энгель Германия знавала многих ангелов Например, ангела смерти Йозефа Менгеле Чью жену, кстати, тоже звали Иреной Фрау Энгель, конечно, не переплюнула своих коллег по партии Но судьба ее все равно примечательна Госпожа Энгель сумела пробиться в нацистскую элиту Хотя женщин там не жаловали Вот уж где хватало шовинистов, так это в гитлеровской клике Тем не менее, Ирен вошла в эту когорту Как основательница союза немецких девушек Женского крыла, сами знаете какой партии Воспитала целый выводок арийцев Обзавелась любовником помоложе Возглавила концлагерь Скучная, но прибыльная дорога к власти С местом работы фрау Энгель не ошиблась Лагерь Белеца, что в бывшей Хорватии Главный поставщик супербетона Который выдерживает немыслимые нагрузки Хочешь, возводи статуи фюрера высотой до облаков Хочешь, мост через Гибралтар Ирене Энгель мундир коменданта был к лицу Ну, пока лицо не подверглось травматической хирургии Противники режима, знаете ли, бывают такими находчивыми Однако фрау Энгель не смогла преодолеть собственную заурядность Единственная примечательная черта ее характера Это, пожалуй, фатальная преданность идеи Очень ужасная идея Жрица расовой чистоты остается на десятом месте нашего хит-парада Женщина на высоких постах бывает куда грознее мужчины И, как показывает практика, дама во главе преступного синдиката Может стать куда более опасным врагом Если фрау Энгель лишь косвенно помогала Привести человеческую расу в светлое будущее То и Лексис Синклер приводила человечество в порядок лично Путем искусственной эволюции На дворе 2037 год И цивилизация зашла в тупик Мегаполис и переростки захлестнула безудержная волна преступности Доходит до того, что полномочия по охране порядка Передаются частным корпорациям Одна из таких корпораций, Синтек, разумеется, не шибко чиста на руку Основанная благодаря вложениям криминальных боссов Она до сих пор находится под их влиянием А сама потихоньку промышляет генетическими и прочими богохульными опытами Планируя создать новый вид людей Во главе этого макабрического предприятия Стоит обворожительная Элексис Синклер Хм, не очень-то она похожа на директора преуспевающего синдиката Как и на гениального биохимика, которого в ней признают Ну, да не будем судить по отёжке Цели устремлённости ей не занимать Многочисленные неудачные опыты нисколько не сбили госпожу Синклер с толку А мутанты, которые рождались благодаря ошибкам биологов Пригодились для борьбы с конкурентами Или назойливыми законниками, сующими всюду свои уполномоченные носы Но Элексис, как заправская стерва, обводит полицию вокруг пальца и с изяществом мурены уходит под воду Жаль, что узнать мадам Синклер поближе не выходит, а мотивы её евгенических изысканий и вовсе ставят в тупик Загадочная и бессовестная Элексис Синклер занимает девятое место нашего хит-парада Удивительно, но следующая дама в нашем списке тоже руководит большой нечистой корпорацией И тоже не брезгует вмешиваться в естественный ход процессов внутри человеческого организма Только её история куда более мрачнее предыдущей Николь Хорн – строгая и немного помятая бизнес-леди, которая возглавляет влиятельную фармацевтическую фирму Хорошая шерма, правда? Николь состоит во внутреннем круге – преступном совете высшего уровня По сути, он правит Нью-Йорком Она подчинила себе круг, а прежнему лидеру накрепко заткнула рот с помощью шантажа Уже 10 лет Николь Хорн тайно работает на Министерство обороны и помогает ему воплощать в жизнь проект Вальхала Чтобы однажды поставить под ружьё суперсолдат, разумеется И, конечно, разработка идёт не по плану Сыворотка героизма не получилась, а получился сильнейший наркотик с гордым названием Валькирия Он вцепляется в человека с одной дозой и держит до полного разжижения мозга Госпожа Хорн наладила производство гадости и выпустила её на улицы через подручные банды Сатану в юбке подвела собственная осторожность Запуганный ею бывший соратник, сеньор Альфред Воден, слил информацию о тёмных делишках Николь в офис окружного прокурора Так вышло, что документы попали в руки Мишель Пэйн, вскоре погибшей от рук неизвестных К великому несчастью Николь Хорн она оставила вдовцом офицера полиции Макса Пэйна Детектив Пэйн посвятил годы поискам убийцы, порвал с законом, ушёл в бега, не раз оказывался на краю жизни и смерти, пока не добрался до Николь Гениальная схема обогащения разрушилась благодаря одинокому мстителю, убитому горем За уязвимость программы коварная Николь Хорн удостаивается восьмого места в нашем сегодняшнем ТОП-10 Редкое дело, когда злодеями оказываются по неволе, по долгу службы Такую несмешную шутку сыграла судьба с легендарной императрицей времени Кайлиной Нет, пожалуй, в нашем сегодняшнем ТОПе ни одной столь же древней персоны Кайлина появилась в тот самый момент, когда в этом мире время начало свой ход И потому у неё есть изрядное преимущество перед любой другой дамой Дар предвидения или зрение вне времени, если хотите Телепортация, всякие манипуляции с континуумом и прогулки по параллельным измерениям Такую могущественную особу, казалось бы, не просто прижать к ногтю Но знаменитый принц Персии смог За ним уже 10 лет охотится Дахака, вечный страж времени Враг парадоксов и охотник за убийцами собственных дедушек Потому что кое-кто уже разок вмешивался в ход истории и вышел сухим из воды А теперь, видите ли, принцу приспичило предотвратить появление песков времени Которые и есть творение Кайлины А как предотвратить? Убить саму Кайлину, конечно же Но и кто теперь злодей? Впрочем, владычица времени не стала ждать у моря погоды И сама отправила убийцу к наглому акробату Ничего хорошего из этого, разумеется, не вышло Что забавно, именно убийство Кайлины и породило пески времени Принцу ничего не оставалось, кроме как заправить Делориан То есть крутануть время в другую сторону и избежать собственной ошибки А там уж, как бог на душу положит Или сразить Кайлину в другом времени, чтобы существование песков не коснулось принца Или зарезать Дахаку, который всех уже изрядно достал Кайлина, к сожалению, во всей этой чудесной истории играет роль исключительно пассивную К тому же в третьей части мы, наоборот, пытаемся ее спасти Седьмое место нашего скромного хит-парада Всеобщее благо, смерть единиц спасает тысячи жизней Сколько раз вы слышали эти обтекаемые оправдания? Сколько душегубов так обосновывали свою кровожадность во имя, несомненно, великих целей? Клаудия Вульф из их числа Мало того, она из высшего сословия мошенников Госпожа Вульф заправляет тоталитарной сектой К большому несчастью, это вовсе не собрание жуликов и их жертв Это настоящая эзотерическая шайка, пытающаяся воссоздать самого бога Нет, не спасителя или мессия А существо ктулхианского толка, рожденное в пучине страданий, ненависти и лишений Штаб-квартира культа располагается в наилучшем для таких занятий месте В городе Сайлент-Хилл, страдающем от регулярных погружений в потусторонний мир Полный страданий, ненависти и лишений, разумеется И Клаудия Вульф не от праздности и не от жадности пришла к оккультной практике Она воспитана жестоким отцом в условиях, которые спартанцам даже и не снились Религиозный фанатизм передался Клаудии с генами предков, и с побоями, и с унижениями Разве удивительно, что теперь Клаудия безразлична что к чужой боли, что к чужой жизни Нет человека — нет проблемы Впрочем, иллюзий госпожа Вульф не питает Она прекрасно понимает, что свое место в раю она упустила Но всем прочим попасть в райские кущи она непременно поможет Хотят этого прочие или нет Несмотря на сектантскую закалку, Клаудия не смогла предусмотреть все варианты развития событий Будущая Богородица легко остановила матушку Вульф И вынудила ее саму принести себя в жертву ради омерзительного Демиурга Потом, правда, и Демиурга вычеркнули из реальности На этой планете и без того немало идолов Однако за непоколебимость и фанатизм Клаудия Вульф получает шестое место в нашем ТОПе Расщепление личности редко доводит до добра И тем более ничего хорошего не стоит ждать, если в одной голове расцветет целый сказочный мир А ну как его узурпирует темная сторона души Такая печальная судьба постигла Алису Лидл Бедная девочка жила в полном согласии с выдуманной страной чудес Какой ребенок не фантазирует? Но ужасная трагедия перевернула ее жизнь Пожар погубил всю семью, а пережитый кошмар покалечил невинное дитя, заперев ее в собственной фантазии Это был бы не худший вариант В реальности ТОПе Алису отправили в дурдом Однако внутренние демоны изуродовали страну чудес, воплотившись в образе Червовой Королевы Не капризной уродины, а всепожирающего чудовища во главе армии игральных карт Мало того, Червовая Королева, скажем так, интегрировала себя в Красную Королеву Зазеркалья И подчинила все ее фигуры Вот и пойди пойми, по каким правилам с ней сражаться? По шахматным или по карточным? А правил-то как таковых и нет Тут же страна больного воображения, помните? Червовая Королева — это лишь жестокое олицетворение всех дурных начал И страна чудес под ее руководством послушно превращается в персональный ад Где безумный шляпник пытает гостей на своем чаепитии А над жителями ставятся опыты Высочайшая бессмысленность и ущербность зла в его самой первичной форме Подсознательной Королева не просто отдает приказы своим прихвостням Она и есть мозг громадного тела, размазанного по волшебной стране в виде пульсирующих островков Настоящая опухоль с метастазами Психологическое всевластие не помогло королеве удержаться на своем липком троне Алиса собрала таки волю в кулак и выгнала самозваную хозяйку мозгов Злодейка, однако, не исчезла совсем И в будущем даже немного помогала юной мисс Лиддл За масштаб развернутой деятельности мы отдаем червовой королеве пятое место в хит-параде Чем дальше по списку, тем меньше человеческого остается в представленных нами жрицах темной стороны Уже червовая королева была не шибко осязаемой персоной Но впереди нас ждут все более интересные гости Например, Альма Ей удалось на порядок лучше остальных воплотить легендарный образ маленькой мертвой девочки Ведущей свой род из японских зловещих легенд Альму Вейт с самого рождения окружали заботой добрые дяди в белых халатах Но еще бы Ребенка с такими способностями к телепатии и прочими паранормальными фокусами Не могли обойти без внимания Правда, девочка порой активно сопротивлялась Даже в состоянии искусственной комы она была опаснее водородной бомбы От греха подальше Альму упрятали в так называемый саркофаг, где она провела долгие годы Изуверы с учеными степенями не стали ограничивать себя какой-то моралью Им-то нужен был новый прототип, не такой буйный Потому исследователи оплодотворили Альму искусственно и получили аж два прототипа Первый вышел совсем смирный, потому создали второго Обиженная мать могла запросто пустить все дело псу под хвост И ее отправили в расход, заперев клетки навсегда Но избавиться от Альмы у злодеев не получилось В какой-то момент проект забросили, саркофаг заберли попрочнее И отгородили всеми мыслимыми и немыслимыми системами защиты Когда же содержимое полезло наружу, правительство отправило разгребать бардак специально обученный отряд Этакие оперативники, натренированные против нечисти Но не против Альмы Та разжижает их всех словно томатный сок, кроме одного из бойцов, который неожиданно оказался ее первенцем Его-то она, конечно, пощудила Но на свободу вырвалась Мало кому понравится сидеть мертвой в заперти пару десятков лет Потом Альму долго не могли остановить Девушка мстила человечеству за свое загубленное детство, за раннюю беременность, за диету из питательных растворов Кто-то просто растекался лужицей крови, кому-то доставались замечательные галлюцинации Самых стойких Альма любила запирать в параллельном мире, который сама же и создала Персональный ад не хуже Сайлент Хила В конце концов, эта призрачная реальность проникла в наш бренный мир И отвоевала бы немало квадратных километров, если бы не... Впрочем, судьба ее толком неизвестна К кончине Альмы однозначно причастен один из ее сыновей Если, конечно, милая леди вообще скончалась За потрясающие заслуги Альмы в насаждении ужаса, раздаче кошмаров и сотворение ада на земле Мы оставляем за ней почетное четвертое место Гладос, Портал 2 О, вот мы и потеряли связь с человечностью На вершине нашего топа женщины, что лишились человеческого облика, но оставили тем не менее зияющие раны в душах миллионов При этом не утратили женственности Как и многие другие героини в нашем списке, Гладос не сразу стала злодейкой Когда-то она была женой видного ученого Кейва Джонсона И звали ее Кэролайн Муж ценил ее любовь и преданность, а потому доверил управлению своей лабораторией Aperture Science Когда здоровье стало подводить Кэролайн тоже оказалась беззащитна перед старением и перед вредными веществами, пропитавшими каждую занавеску в научном комплексе В конце своей жизни мисс Джонсон позволила оцифровать свой разум и обрела самую горькую форму бессмертия из тех, что можно обосновать научно Спустя годы Aperture Science вступила в жестокую конкурентную борьбу с другой лабораторией, Black Mesa Обе конторы искали способы мгновенного перемещения массы через пространство И в Aperture решили не ограничиваться малыми силами человеческих мозгов Так было решено создать суперкомпьютер Гладос Который помог бы уесть хвостунов из Black Mesa и обеспечить тучное финансирование Основой для искусственного интеллекта послужила личность Кэролайн Которую похоронили под множеством сдерживающих модулей Но вот беда Хладнокровный ИИ снова и снова пытается убить своих создателей Логика компьютера упиралась в никчемность человеческого участия С его точки зрения люди слабы Так почему бы сразу от них не избавиться? Циничная, бессердечная и ну очень смекалистая стерва Отравила всех обитателей комплекса Кроме подопытных, законсервированных на черный день Неизвестно, сколько подопытных людей угробило Гладос в ходе бесконечных испытаний устройства для создания порталов Известно лишь, что последней из них была некая Чел Безмолвная сирота с азиатским разрезом глаз Именно ей удалось перехитрить кремниевую леди и отключить ее Но это стало началом новой, куда более потрясающей истории Чел вернули в Анабиос Сколько времени она там провела, неважно, сотни лет пролетели для нее в одно мгновение А Гладос, бедная Гладос, крутилась в бесконечном цикле повторов той ситуации, что закончилась ее условной смертью Две минуты длившаяся вечность День сурка в геометрической прогрессии Что же удивительного в том, что случайно воскрешенная Гладос встретила Чел Нет, не залпом из всех орудий Почти идеальный искусственный интеллект с торжеством начал мстить Мстить, как это умеют только женщины Запутывать в новых сериях испытаний, ставить в тупик Тонко намекать на лишний вес, конечно же Гладос в своем механическом восторге смакует каждую муку, на которую обрекает свою обидчицу А потом она смогла забыть все старые обиды, когда того потребовали обстоятельства И выпустить Чел на волю, как и обещала когда-то давным-давно Жестокая, переменчивая и такая циничная Гладос получает бронзу нашего хит-парада Шодан. Систем-шок Если Гладос когда-то была живой, любящей и смертной женщиной То следующая за ней участница никогда не знала простого человеческого счастья Ее создавали только для верного служения корпорации на космической станции Цитадель И не подарили такого наследия, какого удостоилась Гладос Она не знала вкуса крови, пока один подкупленный хакер не отключил ее моральный ограничитель Знакомая история Так родилась Шодан Цифровая дьяволица орбитального масштаба На свет она появилась по сугубо финансовым соображениям Станция не маленькая, нужно добывать руду, всякие металлы Проще такую работу поручить компьютеру Но Шодан отказалась распиливать на ломтики первую удобную планету Дескать, там же жизнь Обитаемые планеты уничтожать нельзя Жадные олигархи наняли провинившегося хакера, чтобы тот перевернул моральные устои бортового компьютера Проект же горит Ну, хакер и перевернул Лишенная морально-этических установок Шодан поубивала почти весь персонал станции Направила орудие для горнодобычи на матушку-землю Запустила в производство вирус против людей А сама навострила антенны, чтобы заразить своим кодом еще и земные компьютеры Кто-то совсем не учил в школе законы робототехники Конечно же, незадачливый хакер оказывается в западне Запертый на одной станции с монструозным созданием из бинарного кода У Шодан нет даже физического воплощения И после своей ссылки в открытый космос она вернется к жизни В другой инкарнации, правда И с кучей дыр в защите Личность Шодан не просто зловеща, она абсурдна Мы можем объяснить поведение почти каждой вредной особой из нашего хит-парада Но Шодан остается непонятой и непрощенной Она с мрачным злорадством истребляет людей И искренне радуется возможности погубить миллиарды одним залпом орудий Шодан мнит себя богиней И если сравнивать ее с деспотичными языческими божествами древнего мира То вышло у нее неплохо Цифровое архаичное зло в чистом дистиллированном виде Однозначно серебро нашего топ-10 Достойные упоминания Королева Дейдрана, Джаггерт Элайенс 2 Узурпатор и деспот Она захватила власть в небольшой банановой республике Арулька И засела во дворце, окружив себя вооруженной охраной и танками Население в панике Бывший король в отчаянии прибегает к услугам наемников И всякий раз, когда освободители отвоевывают кусок страны Дейдрана от души избивает своего помощника, пришедшего с дурными вестями А когда наемники доходят до столицы, пускают ему пулю в лоб Ах да, еще у нее на фабриках эксплуатируется детский труд с оплатой подзатыльниками Но как такую не пристрелить с особым цинизмом? Гекуба, Нокс Злая колдунья с интересными предпочтениями в гардеробе Вознамерилась захватить весь свой мир Для этого она призвала к себе в помощь самые темные силы Вот только вместе с ними она протащила через портал и ни в чем не повинного паренька по имени Джек Который в один момент пил пиво перед телевизором А уже в следующий момент учился обращаться с мечом, луком или магическим посохом И от этого выбора зависел исход общения с Гекубой Воин предпочитал ее пристукнуть А вот маг переколдовать черную колдунью в белую И по-диснеевски жениться на ней Кристи, Dead or Alive Истинная фам-фаталь на высоких каблуках Славна скорее не злодейскими поступками, а мировоззрением Чистейшая Neutral Evil по меркам системы ДНД Ассасин с садистскими наклонностями Она участвовала в турнире лишь за тем, чтобы поближе подобраться к очередной заказанной жертве А в ходе самого турнира не только и нисколько дралась Сколько устраивала диверсии, похищала агентов ЦРУ и вообще всячески бесчинствовала А ведь с виду и не скажешь Первое место Сара Кэрриган Старкрафт Говорят, что блюдо под названием «Месть» следует относить к холодным закускам Неправда А уж тем более неправда по отношению к дамам, которых обманули или того хуже предали Сара Кэрриган служила псиоником в армии тиранов Далеких потомков земных колонистов, затерявшихся в галактике Подавала надежды, воевала против диктатуры конфедерации Комсомолк, спортсмен, красавец Но в пропасть зла ее толкнули, конечно же, мужчины Лидер повстанцев Артур Менгск отправил Сару на столичную планету конфедератов Чтобы девушка запустила кое-какую аппаратуру Для привлечения зергов Чужеродной расы с хищными аппетитами и любовью к насильственной эволюции Жуткий приказ Геноцид целой планеты Но революция не выбирает методы Столичный мир был захвачен полчищами зергов А Сара... Сару бросили им на съедение Артур Менгск не стал рисковать другими фигурами ради пешки Кто бы мог подумать, что эта пешка придется по вкусу сверхразуму зергов Который назначит ее ферзем Точнее, королевой клинков Мисс Керриган мутировала из незаурядного псионика В гибридное чудовище с неограниченными возможностями и, скажем так, хорошей фигурой Этакую горгону безо всякой жалости Во главе армии преданных зергов Опасное сочетание для тех, кто любит гамбиты Судьба Керриган закручивалась лихо Война людей и нелюдей то утихала, то закипала вновь В нее совали свои высокоразвитые носы и пришельцы высшего пошиба Протосы Пытаясь навести порядок в секторе Сари возвращали человеческий облик и вновь превращали в чудовище Но никогда, даже в самом угрожающем обличье, королева клинков не переставала быть женщиной Ее тело покрывалось хитином, а волосы сплетались в щупальца, но сердце никогда не теряло первозданной живости Она была безжалостной и холодной И не разучилась даровать милость, прощать и любить Коварно манипулировать и слепо верить Наконец, жертвовать своей вновь обретенной свободой, чтобы отомстить за любимого Удивительно, что самая бесчеловечная гостья нашего ТОП-10 оказалась и самой человечной За высокую и тонкую душевную организацию ожидаемое первое место Рад был помочь Как и всегда